Что вы имели в виду? Почему в Латвии лучше держать язык за зубами? Что вы имели в виду? Почему в Латвии лучше держать язык за зубами? 8 часов РИА Новости, Владимир Песня, Рига в Латвии. РИА Новости, Владимир Песня. Москва, 26 июля РИА Новости, Константин Севастьянов. На днях служба государственной безопасности Латвии возбудила дело против общественника Александра Филея. Вина активиста заключается в том, что он описал в социальной сети события 80-летней давности обстоятельства вхождения тогдашней Латвийской республики в СССР. Теперь Филею грозит тюремный срок. Для Латвии это в порядке вещей, за недостаточно восторженный образ мысли и уголовное преследование. Историческая дискуссия. Филея посвятил публикацию исторической дате 17 июня 1940 года. В тот день в республику вступила Красная Армия. За этим в Латвии последовали выборы в Народный Сейм, провозглашение советской власти, смена названия страны на Латвийскую Советскую Социалистическую Республику и просьба Риги о включении в состав СССР. По мнению Филея, 17 июня советская армия освободила Латвию от диктаторского режима. Активист утверждал, опираясь на факты, что Латвия была вовсе не против стать советской. 18 января, 8 часов. Рыло в пуху. Как борцы за независимость Латвии работали на КГБ. Публикация привлекла внимание члена коалиционной партии «Новое единство» Дмитрия Сагалубевса. Недавно он неудачно баллотировался от этой партии в Европарламент. Голубевс потребовал возбудить против Филея уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание за действие, публично прославляющее, отрицающее, оправдывающее военные преступления СССР против Латвии и ее жителей. Правоохранительные органы так и поступили. Что вы имели в виду? Для современной Латвии это типичная ситуация. Например, 65-летнего доктора экономических наук Александра Гопоненко, недавно перенесшего инфаркт, в марте прошлого года бросили на 4 месяца в тюрьму за действия, направленные против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя. Ему также инкриминировали помощь иностранному государству в его деятельности против Латвийской республики. Сам Гопоненко пояснил, что в качестве преступных эпизодов следствие рассматривает его участие в роли наблюдателя на президентских выборах в России, написание монографий, а также критику политики латвийского государства. Кроме того, ученый рассылал письма главам европейских парламентов, чтобы те призвали Ригу отменить запрет на русский язык в школах. 23 июля, 18.09 иначе не выжить. Эксперт оценил слова главы Латвии об отношениях с РФ. Президент Латвии Эйгил Сливиц заявил о намерении поддерживать добрососедские отношения с Россией. Как отметил в эфире радио «Спортник», эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, лидеры прибалтийских государств стали делать некие реверансы в адрес России. В августе прошлого года Латвийская полиция безопасности, ПБ, на два дня арестовала члена штаба защиты русских школ Илью Козырева. За несколько месяцев до этого его вызывали в ПБ для воспитательной беседы. Внимание спецслужбы привлек вынесенный Козыревым на митинг плакат в честь столетия провозглашения Латвийской республики. Вместо нулей в числе 100 были изображены две бомбы с подожженными фитилями. Козырев объяснял, что так он выражал возмущение политиками, подрывающими будущее Прибалтийской республики, но силовики усмотрели в плакате иной смысл. Через некоторое время последовал арест, причем задержали активиста-полицейские в момент, когда он сам шел на допрос. «ПБ провела спецоперацию по моему захвату, когда я бежал на троллейбус, чтобы ехать в ПБ», — с иронией вспоминал потом Козырев. «А если бы они меня не схватили, через 50 минут я бы явился к ним сам». Против Козырева завели дело по двум уголовным статьям — помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии и организация массовых беспорядков. Козырев призвал русских латвийцев собирать данные на латвийских предпринимателей, которые финансируют националистических политиков и при этом зарабатывают на торговле с Россией. Абсурд обвинения. 23 ноября 2018 года сотрудники полиции безопасности задержали журналиста Юрия Алексеева, известного как жесткий и последовательный критик властей Латвии. В ноябре 2017-го против него начали уголовный процесс журналиста и обвинили в написании интернет-комментариев с призывами прикончить всех фашистских выродков. В квартире Алексеева в Риге ПБ провела несколько обысков. В ходе одного из них были обнаружены патроны для пистолета. Сам Алексеев утверждает, что он этих комментариев не писал, а патроны подбросили при обыске. Кроме того, журналист сообщил, что среди прочих материалов у него изъяли семейный фотоархив. В ноябре 2018-го Алексеев опубликовал в соцсети Facebook-текст, посвященный состоявшимся в Риге пышным торжествам в честь 100-летия со дня провозглашения Латвийской Республики. Журналист высказал мнение, что независимая Латвия так и не стала одинаково доброй матерью по отношению ко всем своим детям разных национальностей. Через несколько дней состоялся очередной обыск, после которого Алексеева повезли на допрос в ПБ. Прокуратура предъявила журналисту обвинение в разжигании национальной розни, незаконном хранении огнестрельного оружия, помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики и даже в хранении детской порнографии. Полиция решила привлечь к ответственности Алексеева за фотографии его собственных детей на отдыхе. 20 октября 2018 года, 14.00 акцента радио. Спотник. Отрада для двоечников. Эстонские задачи о советской оккупации математическая игра под названием платить и каяться. А именно этого хотят от Москвы три республики при Балтике. Длится давно. Правда, с арифметикой у них так себе каждый раз новый результат. И все неправильные. В историческом плане тоже. Также выдвинули обвинения в одобрении преступлений Советского Союза, якобы совершенных во Вторую мировую войну. Сам журналист считает это абсурдным с чистой юридической точки зрения. Советский Союз, оказывается, по их логике, совершал преступления против человечности, которые ни одним судом, нигде и никогда не были оговорены. То есть преступлений нет, но я их поддерживаю, говорит он. Не все эти уголовные процессы завершатся обвинительными заключениями и приговорами. Но общественный активист, вынужденный отбиваться от абсурдных обвинений, и так выключается из политической жизни. Очевидно, власти Латвии это устраивает.